всем 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 большой пламенный привет прекрасного города измаила раиса горяченко сегодня будет отвечать на ваши вопросы по поводу сортов картофеля которые мы выращиваем но еще некоторые нюансы которые вы в комментариях отметили я обязательно их отмечу или прокомментирую итак о том что мы выращиваем какие сорта у нас на огороде растут в первую очередь давайте посмотрим этот сорт это самый ранний сорт могут сказать что это не этот сорт что это ни в коем случае не белоруса он не может быть такой шероховатый на суглинке и именно вот таким шероховатым он растет а покупаем мы товарные картофель который привозят с других областей он такой гладенький красненький красивый но вот у нас вырастает потом он такой но стараемся всегда обновлять сорта для того чтобы иметь свежие как бабушка говорила нужно постоянно менять обмениваться для того чтобы был хороший здоровый картофель и так я уже разрезала чем особенно этот картофель первое самое главное это очень ранний супер картофель выведены немецким селекционером белым розом хотя некоторые считают что это белорусский картофель потому что если составить белорос то получается беларуси но это не так и так этот картофель очень ранний 36 дней мы уже в теплице и первый урожай собираем и где молодой картофель но в 45 дней при практически уже все картофели готовы на кустики в земле созревают а техническая спелость где-то 60 дней мы чуть чуть больше выдерживаем и вместе выкапываем в августе в конце августа начале сентября вот он кремоватый такой очень очень вкусный картофель хорошо его с него готовить пюре оно такое желтое с таким кажется что такое наличие у него большое сливочного масла туда положено очень вкусный и красивые получается картофель под кустом под одним и карту 1 картофелина дают урожай 8 9 хороших картофелин а вот что мне еще очень нравится в этом сорте я думаю что белорос это как раз этим занимался он вывел этот сор он устойчив против рака картофеля против картофельной нематоды чего было на наших сортах раньше очень много против парша обыкновенная против различных вирусов и этот картофель очень легко переносит различные перепады температуры засуху были дожди в этом году но он прекрасно себя чувствует и прекрасно вот до созревания до выкопки себя чувствовал в земле это от ранний картофель который у нас основной картофель который мы выращиваем для раннего потребления следующие вот эти два сорта хочу на них обратить особое внимание вот это сорт от наших родителей он уже лет двадцать в нашей семье если не больше называют родители его алкоголичка наверное из-за того что как мама говорила вот это говорит нос синий выпил картофель она выпила и стала синенькая я уже разрезала вот смотрите какая особенность у этого картофеля его называют в литературе иван да мария белый такой красивый цвет очень хорошо разваривается супы и борщи все что реденькая жидкая первое готовишь это идеально этот картофель он прекрасно хранится прекрасно себя чувствует в этом регионе я жила раньше на севере одесской области сейчас на юге одесской области он прекрасно себя чувствует и в этом регионе и вот еще сразу же хочу показать еще один сорт чем-то похож я встречала в интернете что называют его вот этот иван да мария пикассо и вот этот пикассо тоже все это пикассо но посмотрите внимательно это разный картофель иван да мария это один картофель пикассо это совсем другой здесь кремовый здесь желтоватый даже цвет а здесь вот он кремовый белый цвет вот с чем особен этот картофель это 100 самый-самый старинный картофель европы из далекой англии этот картофель произошел его вывел селекционер джон байрон в 1902 году к коронации короля эдуарда 7 и вот после этого были различные работы с этим картофелем в голландии потом вот поработали и создали вот такой это голландская уже это уже правнуки внуки правнуки вот этого картофеля который является как бы основополагающим самым старым сортом европы и пикассо назвали видимо неспроста потому что и как и этот конечно красивые но это действительно настоящее произведение искусства красивый сам картофель и эти глазки такие шикарные как будто бы все порисовано нет двух похожих картофелем всегда они разные всегда очень интересно интересные рисунки в чем особенность вот этого картофеля этот картофель средне поздний где-то 130 150 дней до момента созревания с момента высадки это очень длинный период хотя у нас на йоге и долгий период можно выращивать но я для того чтобы ускорить созревание использую раннюю яровизацию и укрытие на следующий вот даже укрытие буду использовать для того чтобы получить пораньше картофель почему потому что через стебли у нас сейчас картофельная моль жутко развивается и просто карантинный вредитель уничтожает очень много урожая поэтому нужно высаживать этот картофель яровизировать проращивать и высаживать как можно раньше это очень хороший картофель он занимал и будет занимать особое место и хочу сейчас еще раз еще уделить внимание вот этому картофелю вот он когда два года назад попал ко мне он был вот такой в середине тоже фиолетовый я специально так перчатки одела чтобы видно было этот контраст вот он какой но в этом году вот что произошло видите какая картина тоже конечно внутри художник пикассо я его так называю тоже когда разрезаешь но это не тот картофель который был изначальным это совсем другой картофель получается я так подозреваю что это действительно китайские перуфеля его называют китайские перуфеля видите чуть посохо вот смотрите какая красота вот так вот он был фиолетово-синий внутри считается лечебный очень хороший он разваривается очень нравится сладкий хороший картофель и его вывели китайцы в космосе они запускают спутники на орбиту и на орбите отправляют не только семена овощей и цветов но и картофеля отправляли и вот такой результат был но видимо вот на земле назад возвращаются и вот те сорта основа на которых были созданы вот эти новые китайские сорта и не только китайцы дальше на них работали другие селекционеры очень много информации об этих испытаниях вот смотрите что происходит это совсем уже никакие трюфеля а есть вообще расщепление вот из этих синих вот такое что-то получилось вот оно совсем не фиолетовые и не синие и абсолютно далекое от того что было изначально вот его дальше высаживать не буду интереса нет никакого в том чтобы высаживать этот картофель это скорее всего средний сорт неплохой сорт но вот мне не нравится что я не получаю так как вот эти испытанные сорта определенная тот такая-то мякоть такой размер и такой цвет это в этого нету и он очень высокий рослый этот картофель цветет много но вот урожайность не особо меня его радует вот этот год видимо и погода на него воздействует и температуры дожди резкие перепады вот такой результат и мы будем продолжать выращивать вот этот сорт белорусу обязательно иван да мари пикассо естественно еще ривьера и естественно еще будет минерва может быть еще какие-то ранее хочется еще что-то испытать новые сорта ранее надо и очень ранее для того чтобы успеть в ранние сроки получить урожай вот такие сорта мы выращиваем вот такой замечательный урожай мы получаем используя селератные культуры но вот в комментариях в тех вопросах которые вы мне задавали я думаю что я вам как раз ответила на все эти замечания вопросы более подробно буду дальше наверное изначально в следующем году рассказывать и показывать каждый сорт в отдельности ну а пока прощаюсь с вами будьте здоровы пока пока будьте здоровы